Остались последние штрихи. Фрунзенский мост почти готов. Уже до конца года здесь должны запустить движение для автомобильного транспорта. Общая протяженность новой дороги, которая включает в себя мосты через реку Самара и озеро Банная, составляет 2 километра 670 метров. Движение по мосту запустят только после того, как конструкцию испытают на прочность. Первыми на мосту окажутся 25 большегрузов. Так подрядчик сможет понять, выдерживает ли он нагрузку, которая указана в проекте. Планируем в конце ноября, в начале декабря провести сами испытания. Сейчас техническую часть мы всю прорабатываем. После этого можно будет уверенно сказать, что движение можно будет запускать. Левобережная часть транспортной развязки готова на 99%. Сейчас там устанавливают шумозащитные экраны и освещение. По основному ходу движения на улице Фрунзе совсем скоро нанесут разметку и установят дорожные знаки. На правом берегу работа еще кипит. До конца года строители планируют доделать 8-й съезд. 9-й съезд на Степана Разина, Куйбышева и Чапаева должны закончить в 2020 году. По словам главы региона, подрядчик должен справиться с поставленными задачами в срок. Ни шагу назад. Никаких там движений вправо, как это сейчас модно строителям говорят, здесь нет. Нет вариантов. У нас мост должен принять движение до конца этого года. Точную дату, надеюсь, в первой декаде мы обретим. На строительство второй очереди Фрунзенского моста выделили 1 миллиард рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин. Проект предусматривает строительство магистральной трассы от улицы Шоссейной до границ Самары. Ее протяженность должна составить 7 километров 800 метров. Дорога будет иметь выходы на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, а также обеспечить транспортную доступность Южного города и Новокуйбышевска. Анатолий Головко, Константин Головин. События.